Привет! У нас снова отличные новости. В браузерах начал появляться кое-что, чего мы очень все долго ждали. И если с цветами кто-то может не понять, зачем цвета смешивать, то, мне кажется, вот с этим все точно поймут. В браузерах начал появляться контейнер queries. Это такая штука, которая как media queries, или медиавыражение, только позволяет вам опираться на ширину блока, а не на ширину окна, когда вы пытаетесь адаптировать ваш интерфейс. Пока еще нет устраившегося перевода container queries, наверное, я буду называть это выражение от контейнера, а потом мы, может быть, зафиксируем это в словаре по фронтенду веб-стандартов. Идите, посмотрите. Прямо сейчас выражения от контейнера работают уже в Chrome Canary. Для этого нужно пойти и включить флаг. Причем не обычный флаг веб-платформы, фича, а специальный флаг под контейнер queries. Не знаю, почему так, но убедитесь, что именно он у вас включен. Я вам инструкцию, конечно же, оставлю в описании к этому видео. Мне кажется, если просто броситься показывать вам, как это работает, вы не оцените. Поэтому давайте мы вспомним, как работает обычная адаптация, например, простой страницы, а потом внедрим туда контейнер queries, и вы поймете, что вам этого всю жизнь не хватало, даже если вы об этом не думали. Посмотрим на нашу раскладку. Она очень простая. Здесь у нас есть шапка, контент, сайдбар и подвал. Высота у нас у контента полная, соответственно, это обычно называется sticky footer. Но здесь еще не только sticky footer, но и sticky сайдбар. Ну, почему бы и нет? Посмотрим на разметку. Здесь все просто. У корневого элемента есть класс page, у body page body, header, main, side, footer, семантическая разметка. Все правильно и хорошо. Дальше page, page body у нас height 100%, чтобы у нас получился sticky footer. Шрифты заданы. В общем, все довольно просто. Тут уже начинается интересное. Page body. Мы задали display grid и расписали шаблон, чтобы хедер был по контенту, сайдбар по контенту, подвал по контенту, а средняя часть, контент, собственно, главный, занимал все оставшееся место. Вот и наш sticky footer. Но, как вы видите, это еще не все. Тут у нас прописаны медиавыражения, в которых мы описываем, как этот блок изменяется. Во-первых, сетка всей страницы. Во-вторых, поведение отдельных ее частей. Хедера, мейна, сайдбара и футера. Все они немножко адаптируются. Что у нас здесь есть? У нас есть раскладка во всю ширину окна, и когда ширина окна изменяется, вместе с ними срабатывают медиавыражения, и мы изменяем нашу раскладку. Очень естественно и очень просто. Для этого медиавыражения и были придуманы. Давайте посмотрим, как мы тут это делаем. Сначала мы в главной раскладке меняем шаблон. Смотрите, что происходит. Я делаю шире, и хоп, появляется двухколоночник. Как он написан? Первая колонка 300 пикселей, вторая все остальное. И смотрите, это все, что нам нужно. Шапку и подвал мы распишем отдельно. Как мы распишем? Когда ширина в момент переключения раскладки такая же, сделай вот что. Начнись на первой линии, закончись на последней линии. Первая здесь, последняя там, шапка занимает всю ширину. Аналогично с подвалом все довольно просто. Гораздо интереснее с сайдбаром и с контентом. Как вы помните, они идут в каком порядке? Сначала контент, а потом сайдбар. То есть они не могут просто встать раз-два в пустые места. Их нужно менять местами каким-то образом. Ну и мы, естественно, опишем, как это все происходит. Смотрите. Сначала у мейна мы конкретно говорим, встань на второй линии, закончись на третьей. И аналогично с колонками и рядами. То есть первая линия, вторая линия, третья линия, отсюда сюда. Первая линия, вторая линия, третья, четвертая. Отсюда сюда. То есть контент мы сказали, где начаться, где закончиться. Аналогично мы поступили и с боковой колонкой. Начнись на первой, закончись на второй. Начнись на второй, закончись на третьей. То есть довольно четко указали, где им встать. Но у нас раскладка с контролируемым количеством элементов, поэтому мы можем себе это позволить. Это довольно простая ситуация, которую можно сделать на гридах, особенно если вы с гридами раньше работали. Ее можно сделать и на флексах, и на флоутах, на чем угодно на самом деле. Идея здесь следующая. Мы опираемся на ширину окна, напоминаю вам, и меняем раскладку. Все очень просто. Но если мы встроим в эту раскладку парочку контентных элементов, здесь вы поймете, что медиавыражения уже не справляются. Давайте заведем блок с новостями. Мы положим новости в боковую колонку и в контент. Сначала боковая колонка. News. Здесь какой-нибудь заголовок. Здесь какой-нибудь параграф. Ну и какая-нибудь картинка. Давайте мы какой-нибудь случайный контент из интернета возьмем и вставим сюда. Например, чудесная новость про владельца дрона, фотографа, который сжег свой дрон. Вставим случайную картинку, точнее даже placeholder, ненастоящую картинку. И поскольку мы не знаем, что на ней изображено, оставим alt пустым. Ну и какой-то минимальный тизер. Вот прямо сюда. Все, сохранили. Контент есть. Давайте расставим класс и начнем оформлять. Тут у нас будет news title. Тут у нас будет news picture. Ну а здесь news lead. Ну и поехали оформлять. News. Background color какой-нибудь pale turquoise. Чудесный свет. Дальше возьмемся за news title. И уберем всякое лишнее. Маржин 0. Падинг 15 пикселей. Фонд weight normal. Ну и вроде все. Уже лучше. Так. И следом похожие вещи сделаем. Давайте скопируем просто. News lead. Маржин падинг. Ну, фонд weight здесь можно не трогать. Так, хорошо. Ну и давайте заведем grid внутри. Он нам сейчас очень сильно поможет. Display grid. Раз. Ну, немножко отступы стали другими, как вы заметили. Эта картинка перестала быть инлайновой и стала частью гряда. Очень удобно. И теперь зачем мы это сделали? Смотрите. News picture. И здесь напишем order минус 1. Мне очень хочется, чтобы картинка была первой, но по контенту хочется вставить заголовок. Поскольку картинка не интерактивная, в принципе, доступность этого элемента страдать не должна. Ну и давайте сделаем симпатичнее с отступом. Padding bottom 0. Во. Вот так хорошо. Давайте раскопируем эту нашу новость в контент тоже. Раз. Два. Вот. И теперь у нас есть две новости в контенте и одна новость в боковой колонке. В принципе, все красиво. Не знаю, заметили вы или нет, но новость в основной колонке контента, где их там две штуки, выглядит не очень. Очень большая картинка, очень маленький заголовок, и раскладка на самом деле адаптируется, ну, как-то очень по-дурацки. Дизайнер редко бы такое нарисовал. Он бы что-нибудь другое сделал. Может быть, две колоночки сделал, шрифт побольше, еще что-то такое. Но вы понимаете, что восприятие контента гораздо удобнее будет, если колонка для текста будет поуже. И это, в принципе, соблюдается в нашей колонке боковой. Но в контенте текст начинает ехать, и, в общем, надо что-то делать. Давайте поработаем дизайнерами и попробуем придумать, как бы мы это все оформили. Возьмем и нашей новости придумаем новую раскладку. Например, grid template columns, например, 1fr и 2fr. 1 к 2 колонка получилась. Да, выглядит не очень. Давайте теперь еще картинку выпрямим в полный рост. Grid row span 2. Во, уже лучше, да? И я, на самом деле, хотел бы вот что сделать. Взять эту картинку и растянуть по полной высоте, чтобы она вот здесь вот боковую колонку занимала целиком. Как мы это сделаем? Align self, stretch. Воу, страшненько, да? Давайте вот что сделаем. Max width 100%. Во, гораздо лучше. Ну, то есть картинка искажается, но у нас была такая задача. Мы crop картинки и ее искажения будем с помощью object fit, например, править. Но неважно. Важно, что у нас стало неплохо, да, здесь. Гораздо лучше считается. Но здесь стало довольно ужасно. В одном месте мы починили, а в другом сломали. И нам нужно как-то понять, что у нас новость, вставленная в одном месте, ведет себя одним образом, а вставленная в другом месте другим образом. И как мы это сделаем? Ну, не знаю, как вы, но я в типичной ситуации бы расставил классы новостям, которые выводятся в разных местах сайта. Если мы предполагаем, что там будет много места, мы определенным образом поведем себя. Если мы понимаем, что это всегда будет колонка, другим образом. И вот эти вот классики что-нибудь, как-нибудь направят. И то, знаете, не получится универсально. Было бы классно, если бы новость сама знала, сколько у нее есть места. И в зависимости от этой ситуации делала бы две колонки, картинку в полный рост. Ну, вот такие вот вещи. То есть, в новости важно понимать контекст. А единственное, чем мы сейчас обладаем, это шириной окна. И что ширина окна даст этой несчастной новости? Она большая, хорошо. А колонка какой ширины? А контент какой ширины? А где меня вставили? Непонятно. И вот здесь приходят те самые container queries, которые опираются на ширину контейнера. Давайте, наконец-то, уже вынесем эти наши стили туда, где они должны быть. Для начала адаптацию самой новости, ее раскладки. Напишем. Контейнер. Интересно. А дальше что? То самое медиавыражение. Просто скопируем. Раз. И засунем сюда всю эту нашу историю. Вернем. И оставим только вот эту часть. Раз. Хм. Не работает. Ладно, давайте продолжать. Потом разберемся. Возьмем еще эту штуку. Сходим в нашу картинку. И засунем туда все, что касается нашей вот этой адаптации. То есть, max width оставим. Ничего страшного. Grid row и align self. Адаптационная часть. Ну и selector, news picture тоже скопировали. Сохраняем. И что-то, знаете, что-то не работает. То есть, куча места, а контейнер не адаптируется. В чем дело? Дело в том, что все чуть-чуть сложнее. Нам нужно еще кое-что обозначить, чтобы браузер понял, а, окей, вы точно хотите, чтобы контейнер-квери заработали. Вы к этому подготовились. Вы знаете, что вы делаете. Вы могли заметить, что у нас есть потребность в выражениях от контейнера довольно-таки давно, но их почему-то у нас до сих пор нет. Проблема в том, что они довольно-таки сложно реализуются. И чтобы подойти к этому моменту, потребовалось несколько лет работы. Сначала внедрили свойства contain, потом intersection observer. В общем, какие-то внутренности браузера-то немножко переписали, и сейчас, наконец-то, это стало возможным. Но нам по-прежнему нужно кое-что браузеру сказать. Нам нужно сказать свойства contain на родителе. И в этом контейне сказать layout и inline size. Давайте посмотрим, где мы применяем свойства container и зададим родителям свойства contain. Смотрите, мы берем и блоку news, прописываем условия в зависимости от его размера. Значит, нам нужно пойти к родителю блока news и прописать кое-что. Contain layout и inline size. Ух ты, заработало. Давайте посмотрим. Теперь у нас блок сам знает, когда ему переключить раскладку. Здесь все блоки одинаковые, всю дорогу. Им недостаточно места. Здесь все еще недостаточно места, чтобы сделать две колонки. Но как только блок достигает ширины 600 пикселей, хоп, и мы получаем то, что нам нужно. Но вот так это работает. Chrome Canary за флагом можно включить и посмотреть, как будет выглядеть будущее. Нет, вы просто представьте, как изменится адаптация страниц, если мы сможем опираться не на ширину окна, а на ширину контейнера. И эти все маленькие ограничения со свойством контейн в какой-то момент возможно снимутся, в какой-то момент возможно что-то как-то оптимизируется, перепишется. Но сама принципиальная возможность делать это, это очень-очень много. Мы, правда, очень много лет к этому шли и наконец-то получили самую первую ласточку, точнее первую канарейку, которая показала нам, что будущее возможно, и оно уже здесь. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым увидели мои патроны. Если вы хотите увидеть следующее видео первым, становитесь патроном. Там есть разные тиры и разные возможности меня поддержать, с которыми идут разные приятные преимущества, вплоть до чата, вплоть до каких-то дополнительных розыгрышей, призов и всякого такого. В общем, заходите и смотрите, если хотите стать немножко поближе. Но если вам и так нормально, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если еще не подписались, и давайте обсудим в комментариях, что вы об этом думаете. Нравится ли вам идея? Собираетесь ли вы использовать это в будущем, когда это станет доступно везде? И может быть это все бесполезно, и у вас и так все работает? А может быть вы всю жизнь об этом мечтали? Давайте обсудим. Я вот всю жизнь мечтал, и вот мои мечты сбываются. А так увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok